Друзья, приветствую вас на йога волне и приглашаю присоединиться к комплексу хатха йоги, который направлен на восстановление сил и общий тонус организма. Давайте немного настроимся на само занятие, понаблюдаем свое дыхание, любое удобное положение, где ваша спина будет прямая и где вы сможете расслабиться. Положение подмасана не всем доступно, положение вирасана очень удобно для настройки на практику. Спина прямая, глаза можно прикрыть. Наблюдаем за своим вдохом и выдохом, наблюдаем, где происходит наш вдох и как происходит наш выдох. Расслабляем стопы, расслабляем ладони, бедра, расслабляем живот и расслабляем глаза. Язык убираем в напхи мудр. Кончик языка подворачиваем к верхнему небу за верхними зубами и таким образом расслабляем челюсть. разглаживаем лоб и несколько циклов дыхания все внимание направляем внутрь и наблюдаем как будто бы внешние объекты слегка отступают и не имеют уже над нами такой власти. хорошо. И дальше мы на вдохе поднимаем подбородок вверх, выдох опускаем вниз, расслабляем и мягко вытягиваем мышцы шеи. Вдох вверх, выдох вниз. Пробуем вытягиваться здесь не только в области нашей шеи, а идти дальше и смотреть как на вдохе, когда мы поднимаем подбородок вверх, у нас вытягивается вся передняя стенка корпуса и на выдохе, когда мы опускаем подбородок вниз, тягивая у керемной впадине, у нас вытягивается позвоночник. Здесь плечи у нас активные, направляем их слегка назад и вниз. Такие мягкие, неторопливые движения, очень приятные, где нет никакого дискомфорта. Из нейтрального положения мы переходим к скруткам. Вдох, центр, выдох, скрутка. Вдох, центр, выдох, скрутка. Здесь тоже противоположное плечо. Пожалуйста, включайте, делайте его более активным и помогайте плечами в скрутке. Дальше мы зафиксировали плечи, прямая спина и делаем такие вращательные движения. Плечи тянем назад и вниз, подбородком тянемся вперед в одной плоскости с полом. Стараемся не смещать прямую линию копчик-макушка в одну сторону и в противоположную сторону. Здесь завершаем. Ладони ставим себе на лоб и хорошенько потолкаемся ладонями в лоб. Здесь очень важно нам не напрягать наше тело, а собирать напряжение вот в этом участке под ладонями. Активно толкаемся и следим, чтобы тело наше не напрягалось. Напрягается участок под ладонями и передняя поверхность шеи. Далее мы собираем пальцы в замок. Замок помещаем на затылок. Из любого положения, в котором вы сидите, смотрите, чтобы ваша спина была прямая и уплощайте поясницу, чтобы не было сильного прогиба в пояснице и чтобы она была максимально широкая, такая свободная. Плечи от ушей и толкаемся ладонями активно в затылок. Активно толкаемся, собираем здесь, замечаем так, также напряжение, как собирается в задней поверхности шеи. И можем замечать, как собирается тепло под ладонями и это тепло начинает разогревать все наше тело. То есть оно двигается через ладони, идет в предплечье, потом в плечи и опускается по спине и по передней части корпуса. И может быть даже доходит до кончиков пальцев, пальцев ног. Дышим, дышим живот. Хорошо, здесь завершаем. Чуть выше замок, спина прямая и под собственной тяжестью рук никуда себя специально не тянем, расслабляемся. Лицо не держим, лицо пускай течет вниз, тяжелые руки, дышим. Следующий вдох, приподнимаемся. Вновь замок из наших рук чуть пониже. Глаза можно прикрыть и вращаем глазными яблоками. Делаем круг по часовой стрелке. Широкий круг. И здесь мы замечаем, как глазные мышцы вращаются под нашими ладонями и в противоположную сторону. Тоже такой большой широкий круг. Здесь можно не спешить двигать глазными мышцами. Делать это не очень быстро. Хорошо. Разогреваем ладони. Помещаем ладони себе на глаза. Делаем домик из ладоней. И когда мы вот в этом домике глаза свои открываем, там у нас темно. В эту темноту смотрим, расслабляем глаза. Постепенно завершаем. Умываем лицо, разглаживаем лоб и переходим в положение лежа на спине. Раскладываем свое тело так по коврику, чтобы наша поясница плотно прилегала к коврику. Довытягиваем позвоночник, плоский затылок. Подбородок направляется к грудной клетке. Ноги подсогнуты. Стопы и ладони активны. Руки примерно градусов 30 от вашего корпуса. Обращайте внимание, чтобы ваши лопатки лежали плотно. Плотно. То есть вся спина, чтобы плотно прилегала к коврику. Включаем стопы ладоней и поднимаем копчик от коврика. Вдох приподняли. Сам живот не напрягаем. Низ живота будет в тонусе. Лобковая кость пошла вверх. Копчик приподняли слегка стопами. Словно приподнимаем копчик от коврика. То есть сильными стопами и сильными ладонями. Вдох приподняли. Выдох отпустили. Расслабились. Вдох приподняли. Выдох отпустили. Расслабились. То есть такие микродвижения, которые внешне могут быть незаметны. Но вы внутри их будете хорошо чувствовать. Не забывайте включать стопы и ладони. Вдох напряжение. Выдох отпустили. Вдох напряжение. Выдох отпустили. И еще несколько раз. Свободный позвоночник. Живот не напрягаем. Дышим. И следующий фрагмент из этого положения. Когда мы уже поднимаем и крестец. То есть мы поднимаем с вами копчик. Поднимаем крестец. Поясница чуть сильнее вдавливается в коврик. И через вытяжение на выдохе опускаем. Возвращаем крестец на коврик. Возвращаем копчик и расслабляемся. Вдох копчик крестец. Выдох крестец копчик. Вдох напряжение. Выдох расслабление. И несколько раз в своем режиме. Обращайте внимание, чтобы ваша голова не запрокидывалась назад. Если такое есть, то поправляйте себя. Да вытягивайте позвоночник. Вдох напряжение. Выдох расслабление. Вдох. Выдох. Хорошо. И далее можно чуть ближе подсогнуть стопами к бедрам. И в положение уходим полумоста. Тоже динамика. Вдох. Приподнимаем копчик крестец. Поднимаем поясничный отдел. И переходим. Переносим вес тела в плечи. Выдох. Опускаем верхнюю часть корпуса. Далее поясница. плотно касается коврика крестец, копчик. И расслабляемся. Вдох. От сильных стоп и от ладони поднимаемся. Выдох. Расслабляемся. И так тоже несколько таких движений в своем ритме. Обязательно нам нужно на вдохе собрать все свое тело от периферии в центр, словно сжать его как пружина. Почувствовать вытяжение, удлинение позвоночника. Почувствовать, как включаются наши стопы, как включаются наши ладони. И с выдохом сегментарно опускаем позвоночник на коврик. Можно немного задерживаться в области поясничного отдела, даже немножко поерзать вот здесь вот чуть-чуть. Потом опускаем крестец, опускаем уже копчик и полностью расслабляемся, выдыхаем. И словно занимаем чуть больше места на коврике. Еще раз. Вдох. И выдох. И снова вдох. Хорошо. Выдох. Здесь постепенно завершаем. Можно еще ближе подшагнуть ногами к бедрам. Если получается взять себя за лодыжки, берем себя за лодыжки. Если не получается, оставляем руки на коврике. Собираем лопатки чуть ближе и уходим в положение полумоста в статике. Остаемся здесь на несколько циклов дыхания. Живот свободный, живот не напрягаем. Подбородок упирается в яремную впадину. Распределяем весь тело равномерно между стопами и плечами. Дышим. Сильные бедра. Не позволяем падать себе вниз. Если замечаем, что мы начинаем падать вниз, то повыше выталкиваем таз вверх. Дышим. Хорошо. И аккуратно от плечей выходим в положение лежа на спине. Сгибаем ноги в коленях. Немножко можно почесаться поясницей о коврик. Опять вытянуть позвоночник. Проверить, что лопатки широкие. Стопы оставляем вместе, колени в стороны. Берем себя плотным кольцом и внутри этого плотного кольца полностью расслабляемся. Дышим толстым животом. Здесь постепенно завершаем. Если получается собрать ноги вместе, колени вместе и приподнять лопатки плечи от коврика, то мы выходим в такое положение. Если это сложно, то оставляем ноги пошире. Хорошо. Делаем вдох и с выдохом поднимаем лопатки плечи от коврика и направляем лоб к коленям. Небольшая задержка дыхание после выдоха. Отпускаем задержку через довыдох. Возвращаемся на вдохе на коврик. Вновь, если собирали колени, разводим колени в стороны. Здесь делаем вдох-выдох в толстый живот и второй подход. Вдох, выдох, лоб к коленям задержка. Через довыдох возвращаемся на коврик. Вдох, в живот, выдох. И третий подход. Делаем вдох, выдох, лоб к коленям задержка дыхания. Обращаем внимание, что когда мы держим задержку дыхания, наша поясница плотно толкает нас в коврик. Через довыдох возвращаемся на коврик. Поправляем при необходимости, вытягиваем позвоночник, разводим ноги в стороны, анандабаласана. Если получается полный вариант анандабаласаны, когда мы ставим ладони себе на стоп и делаем полный вариант. Если это сложно, ставим ладони себе под колени, либо берем себя за лодыжки. Несколько циклов дыхания. Толкаемся животом в бедра. Поясница широкая на коврике, широкие лопатки. Дышим. Стопы активные. То есть стопы не должны быть такими вот свободными. Мы их активируем, словно держим что-то стопами. Хорошо. Из этого положения далее мы оставляем правую ногу согнутой в колени, левая нога пошла на коврик. Закрываем переднюю поверхность бедра, пальцы стопы на себя. И направляем правое колено вдоль корпуса, ближе к коврику. Также любой доступный вариант. Рука под коленом или на лодыжки. Обращаем внимание на то, чтобы наши лопатки лежали полностью на коврике и не поднимался левое, не поднималось левое бедро от ковра. Левая нога сильная. Дышим. Толкаемся, толкаемся животом, толкаемся в бедро. На вдохе живот надуваем, на выдохе сдуваем. Вдох надули, выдох сдули, расслабились. Хорошо. Здесь постепенно завершаем. Подтягиваем левое колено к груди, правая стопа на левое бедро. Образовавшийся треугольник. Продеваем нашу правую руку и в таком положении пассивно остаемся. Руки на левом колене. Расслабляемся здесь. Здесь постепенно завершаем. Если получается сделать полностью горуду из ног, делаем горуду из ног и опускаем стопы на коврик. Если горуда не получается, скрещиваем наши ноги и можно поднять ноги вверх. Как будто бы мы собираем, стягиваем бедра. Хорошо. И теперь у нас левая стопа направлена вверх, левая нога согнута в колене, правая нога лежит на коврике, она прямая. Опять же контролируем, чтобы она у нас была сильная. Скрываем переднюю поверхность бедра, пальцы стопы на себя. Левая стопа сильная. Расправляем живот, если он нам мешает. И на вдохе дышим толстым животом. Правое бедро плотно касается коврик, лопатки на коврике. Дышим. Подтягиваем правое колено грудной клетки, левая стопа на правом бедре, кистевой замок на правом колене. И пассивно здесь остаёмся. Расслабляем бедра, расслабляем стопы, лицо. Дышим, дышим живот. Здесь постепенно завершаем. Опять же, если нам доступен вариант гору, то делаем гору. Если это сложно, то перекрест ног и поднимаем ноги вверх. Собираем бедра. Выходим из положения гору. Мы поправляем позвоночник. И дальше тоже небольшой комплекс для снятия напряжения с ног. И такой комплекс хорошо даёт отдых нервной системе. У меня нет кирпичика. Если у вас есть кирпичик или какое-то завершение, то вы можете взять кирпичик и положить его под крестец. Я использую кулаки. Если ваши кулаки сильные, то также можете воспользоваться вашими кулаками. Мы кулаки ставим под свой крестец таким образом, чтобы нам здесь ничего не мешало. И когда мы с вами поднимем ноги вверх, это для нас будет комфортно. Поднимаем ноги вверх и в таком положении какое-то время остаемся. Если вы используете кирпичик, то найдите такой вариант, что когда вы поднимете ноги вверх, ваш крестец будет плотно лежать на коврике, на кирпиче и вы сможете полностью расслабить таз. То есть напряжение здесь быть не должно. Разводим ноги примерно шириной нашего таза и вращаем стопами. Стопы активные. Вращаем так, чтобы наши стопы немного устали. В одну сторону, в другую сторону. Собираем стопы вместе, сгибаем ноги в коленях, разводим колени в стороны и затем разводим наши стопы. Вдох, собираем стопы, собираем колени и исходное положение для ног. И в таком варианте несколько движений. Очень важно, чтобы здесь наши бедра были максимально расслаблены. У нас было естественное глубокое дыхание и очень активные ноги и очень активные стопы. То есть стопы это как кисти. Представьте, что стопы это кисти и вы делаете ими широкие мазки. И еще немного. Хорошо. Постепенно будем завершать. Выходим в нейтральное положение. Вновь разводим стопы на ширине таза. И опять повращали стопами в одну сторону и в противоположную. Стопы вместе. Левая стопа держит потолок, правая стопа пошла в пол. Если получается достать пяткой до коврика, хорошо. Если не получается, ставимся на весу. Важно, чтобы не появлялось напряжение в пояснице. Исходное положение вдох, выдох, противоположная нога. И так тоже в своем режиме. Обращаю внимание, чтобы не запрокидывалась голова назад. Контролируйте ваш затылок. Он плоский. И подбородок направляется к еремной впадине. Вот такие широкие шаги делаем. Живот не напрягаем. Ниже живота будет в какой-то момент находиться в тонусе, но сам живот у нас всегда мягкий. Мы дышим животом. То есть контролируем этот момент, чтобы живот не напрягался. Хорошо. Здесь завершаем постепенно. Вновь сгибаем ноги в коленях и опять рисуем нашими стопами стопы этой кисти. Стопы вместе, колени. Поднимаем вверх. Могут возникать разные ощущения. От болезненных ощущений до очень приятных. Много факторов на это влияет. Хорошо. Отлично. Сгибаем ноги в коленях. Опускаем стопы на коврик. И вот у нас крестец немного, таз получается немного приподнят. И мы пробуем здесь расслабиться. Стопами двигайтесь больше к тазу, к паховой области. И здесь полностью попробуйте расслабиться. Можно немножко так вот покачиваться. Можно немного покачивать самими бедрами. То есть направлять колени вверх и опускать их вниз. Или просто лежать, ничего не делать. Оставаться в этом положении. Дышать животом и максимально расслабляться. Хорошо. Постепенно завершаем. Собираем колени вместе. Убираем кулаки или кирпичик, если вы использовали. Немножко так опять почешемся поясницей о коврик. Собираем ноги вместе. Стопы в стороны. Стопы вместе, колени в стороны. Берем себя плотным кольцом. И здесь несколько циклов дыхания. Дышим. Вдох. Дышим. Выдох. И вдох. Выдох. И еще вдох. Хорошо. Выдох. На вдохе аккуратно перекатываемся и уходим в положение прямого упора. Ладони под плечами. Колени закрыты. Широкая поясница. Взгляд между ладонями. Дышим. Вдох. Дышим. Выдох. Дышим. Вдох. Выдох. И еще вдох. И с выдохом уходим в собаку лицом вниз. Несколько циклов дыхания в собаке лицом вниз. И дальше, если мы выполняем практику на голодный желудок, если у нас нет сегодня противопоказаний, то мы после очередного выдоха, собирая тело от периферии в центр, делаем короткую задержку дыхания и в ней тренируем у Дианы Бандху. Делаем вдох. Выдох. Делаем ложный вдох. И отправляем пупок к позвоночнику. Короткая задержка дыхания. Отпускаем задержку. На вдохе поднимаем пятки от коврика и переносим наши плечи за линию ладоней. Ладоней. Вдох. Накатились. Выдох. Исходное положение собаки. Вдох. Накатились. Выдох. Исходное положение собаки. Если ноги до конца не выпрямляются, всегда можем сгибать ноги в коленях. Помним, что в собаке лицом вниз у нас приоритет это всегда прямая спина и только уже потом прямые ноги. И вновь от столба накатились. Перешли за линию ладоней. Толкнули лопатки вперед. Подбородок направляем больше к еремной впазине. И с выдохом выходим собаку лицом вниз. И еще вдох. И выдох. Такие мягкие, плавные движения. Хорошо. На вдохе. Очередной вдох. Мы шагаем правой ногой вперед. Нога у нас в колене согнута. И мы слегка так заваливаемся на нашу правую сторону. Прямо завалитесь, чтобы вы могли расслабиться здесь. Левая нога согнута в коленях. И поищем, поработаем немного с нашим тазом. На вдохе мы выводим таз вперед. Далее. Нейтральное положение. И уводим таз назад. Опять-таки микродвижения, которые внешне могут быть незаметны. В каждом положении фиксируемся. Вот у нас таз. Мы выводим его вперед. Нейтраль. И назад. Вновь вперед. Нейтраль. И вот так вот двигаем. Пробуем это делать отдельно от наших ног и отдельно от нашей поясницы. То есть в пояснице сильно не прогибаемся. Такие микродвижения. Вдох. Нейтраль. И назад. И здесь мы замечаем вот эту вот работу, как включаются наши ноги, как включаются мышцы, как включаются и включаются ли мышцы малого таза, что происходит с животом, что происходит с поясницей. Хорошо. Возвращаемся в положение варианта поза голубя. Стопа правая под левым бедром. Правое колено смотрит вперед. Левая нога смотрит четко назад. Проверяем себя. Пятка левой ноги смотрит вверх. И здесь занимаем свой вариант. Если есть напряжение в пояснице, то мы шагаем руками подальше. Толкаем лопатки друг от друга в стороны. У нас упираемся в коврик и толкаемся. Если в пояснице сегодня все у нас хорошо, мы сначала вытянули позвоночник, плечи от ушей и выходим в такой вариант. Здесь, чтобы нам углубиться в положение капотасаны, мы можем повращать сейчас левой стопой, то есть пятку наружу, опять нейтральное положение и внутрь. Вот как мы с тазом делали, то же самое. И в какой-то момент можно заметить, что вот эти вот провороты пяткой, провороты стопой, они могут углубить положение капотасаны. Нам здесь очень важно выравнивать таз ровно, чтобы он у нас не смещался и повздошные кости направлялись у нас, были в одной прямой линии и смотрели вперед и вверх. У кого сегодня хорошо все и вы сильные, то можно поднимать руки и выполнять такой вариант. Хорошо, здесь постепенно завершаем, возвращаем ладони на коврик. Опять сначала мы вытянулись, вытянули, расслабили позвоночник. И шагаем левой ногой за правое колено, стопа левая за правое колено, расправляем живот, вдох, поднимаем, вытягиваем правую руку вверх и скручиваемся в нашу левую сторону после того, как мы вытянули позвоночник. Вытянули позвоночник и ушли в скрутку. Правым бедром за коврик не держимся. Если сложно поставить стопу за колено, можно поставить ее перед коленом, либо рядом и сделать такой вариант скрутки. Находим свой вариант. В любом случае расправляем наши животы, вытягиваем позвоночник, находим макушку, копчик, прямую линию, длинная шея. Взгляд за левое плечо и спокойно дышим в живот. На вдохе разворачиваемся в положении навасаны. Шагаемся дальнейшими костями подальше друг от друга, находим устойчивое положение. Руки на коврике. Поднимаем ноги вверх. Они у нас могут быть согнуты или могут быть прямые. Выбираем свой вариант. Также это может быть вариант, когда у нас одна нога на коврике, вторая подсогнута или прямая. То есть выбираем любой вариант, доступный на сегодня. В любом случае мы живот толкаем к бедрам и спина у нас прямая. Убираем напряжение, живот не напрягаем. Держим баланс за счет опорной точки, за счет правильного распределения веса в пространстве. Хорошо. Через перекрест ног мы вновь уходим в положение прямого упора. Остаемся в планке. Широкие лопатки, широкая поясница, длинные ягодицы. Пятки назад, колени закрыты. Живот не напрягаем. И вновь из собаки лицом вниз уходим. Прошу прощения, из планки уходим собаку лицом вниз. Опять же свой вариант. Либо ноги прямые, либо подсогнуты. Здесь несколько циклов дыхания. Если нет противопоказаний к удияннобандхе, то мы делаем удияннобандху. Противопоказания – это месячный у женщин, расстройство пищеварения. Держим. Или выполняем удияннобандху. Свой вариант, пожалуйста, выбирайте. И вновь по завершению циклов дыхания мы поднимаем пятки от коврика. И немного поперекатываемся в собаке. Вдох. Накатились лопатки. Широкие плечи за линию ладоней. И выдох. Вернулись в исходное положение. Вдох. Вдох. Хорошо. Здесь постепенно завершаем. Еще один цикл дыхания в собаке лицо вниз. И далее мы шагаем левой ногой вперед. Вот она у нас согнута в колене. Положение к апатасанам. Опять заваливаемся на нашу теперь левую сторону. Правая нога подсогнута. И немного поработаем с нашим тазом. Микродвижение. Выводим таз вперед. Нейтральное положение. И назад. Очень внимательно исследуем, что происходит сейчас с нашими мышцами, с нашим телом. Какие мышцы включаются. Напрягается живот. Где он напрягается. Что происходит с мышцами малого таза. Свободны ли у вас стопы. Поизучайте себя здесь. Пробуем отделять таз. Движение таза от движения поясницы и движения ног. Хорошо. Здесь постепенно завершаем. И переходим в положение капатасана. Закрываем полностью таз. Насколько это возможно. Если мешает икроножная левая, то мы ее расправляем. Стопа под бедром. Помним, что если у нас есть какие-то неприятности в спине, в пояснице, то мы руками шагаем чуть дальше. Если неприятностей никаких нет, то руками двигаемся ближе. Но при условии, что у нас полностью свободный и вытянутый позвоночник. Вспоминаю про то, что мы можем освободить наш таз при помощи движений нашей правой стопы. Поворачивайте, пожалуйста, стопой внутрь, в центр и наружу. Немного повращайте, освободите и шагните правой ногой больше назад. Нога остается сильной. Хорошо. Проверяем, что у нас повздошные кости находятся в одной прямой линии. И может быть даже больше направляйте правую повздошную вперед и вверх. Хорошо. И дальше остаемся либо в этом положении, либо если есть сегодня силы, то поднимаем руки вверх и держим такой вариант. Живот не напрягаем. Напряжение в пояснице быть не должно. Грудная клетка раскрыта, свободная. Шея длинная. Лицо мягкое. Постепенно завершаем. Возвращаем руки на коврик. Вновь сначала довытянули позвоночник. Вытянули корпус. И с очередным вдохом шагаем правой стопой теперь за левое колено. Расправляем живот. Вытягиваем позвоночник. Рисуем копчик-макушка прямая линия. И уходим в скрутку. Глубоко скручиваться не нужно. Такая легкая скрутка для того, чтобы произошла ротация внутренних органов и был массаж. Напоминаю про облегченный вариант. Про свой вариант, когда стопа перед коленом или рядом с ним. Любой доступный вариант. Здесь дышим. Внимание можно оставлять между лопатками. Левым бедром за коврик себя не держим. И в этом положении остаемся. Хорошо дышим живот. На вдохе развернулись. И вновь в положении навасаны. Шагнули седалищными костями. Нашли опорную точку и свой вариант навасаны. Вариант с прямыми ногами. Здесь также можно поддерживать себя немного. Направлять животным бедром и выпрямлять спину. Либо подсогнутые ноги. Либо когда у нас одна нога на коврике. Или это могут быть руки на коврике. Хорошо. И вновь через перекрест ног мы уходим в положение планки. Ладони под плечами. Угол. Широкая поясница. Широкие лопатки. Длинные ягодицы. Вытягиваем. Может быть даже здесь вытягиваем больше. Переднюю. Точнее заднюю поверхность нашего тела. Живот мягкий. Низ живота в тонусе. Пятками тянем себя назад. Хорошо. Из положения планки опускаем колени на коврик. Положение. Маджири Асаны. И здесь движение. Предложу вам поделать. Независимо от вашей поясницы. То есть мы делаем не полную кошку. С прогибом. Такая обычная кошка. А стараемся как будто бы зафиксировать нашу поясницу. И попрогибаться только в наших лопатках. Поясница, да, она будет у нас активной. Но мы как будто бы придерживаем ее, не даем ей полностью двигаться. Вдох, прогиб. Выдох, круглая спина. Акцент смещаем на пространство между лопатками. Вдох, прогиб. Выдох, круглая спина. Длинные ягодицы. Замечательно. Включается ваш нижний замок. Вдох, прогиб. Выдох, круглая спина. Хорошо. И мы теперь здесь оставляем и фиксируем и наши лопатки. И немного опять поработаем с областью таза. Вдох, поднимаем копчик вверх. Выдох, подкрутили. Пробуем опять это делать независимо от поясницы. Вдох, вверх. Выдох. Подобрались. И внимательно, внимательно смотрим, что происходит в нашем теле в области бедер. Где они напрягаются, где расслабляются, напрягаются ли и имеют ли возможность расслабиться. Или все это пока непонятно. Вот такие вот движения. Хорошо. И теперь полный вариант кошки. Вдох, прогиб. Выдох, круглая спина. Запоминайте вот эти вот движения, когда вы акцент делали на области лопаток и области вашего таза. Вдох, прогиб. Выдох, круглая спина. Хорошо. Из положения кошки мы ставим высокие пальцы, стоп в коврик, ладони под плечами. Закрываем поясничный отдел. То есть толкаем лопатки больше вверх. Широкая поясница, длинные ягодицы. Такой плотный нижний замок. И мы приподнимаем колени от коврика. Буквально пару сантиметров. Высоко поднимать не надо. Вот как будто бы мы сейчас коснемся коленями коврика, но не касаемся. Живот не напрягаем, нижевота в тонусе. Толкаемся из коврика руками, держим. Взгляд между ладонями. Еще немного. Хорошо. Опускаем колени на коврик. Вдох-прогиб, выдох-круглая спина. Убираем напряжение. И выходим в шейно-грудной прогиб. Угол в колени 90 градусов. Шагаем руками вперед. Если получается, остаемся на высоких пальцах рук. Укрепляем руки. Направляем взгляд вперед. Внимание между лопатками. И дышим тут. Вытягиваются подмышки. Руки, пожалуйста, по возможности не бросайте. Если совсем сложно, то оставляйте как есть. Но постарайтесь, пожалуйста, их держать сильными. Вдох-выдох. И вдох. Хорошо. Выдох. Поставили лоб на коврик. И симметрично шагаем руками к корпусу. И также симметрично подаем таз на пятки. Положение шашанкасаны. Колени на ширине коврика, живот между бедрами и немного в положении шашанкасаны. Расслабились, если получается, поставили таз полностью на стопы и дышим толстым животом, как будто хотим дотянуться животом до коврика. На вдохе немного надулись, на выдохе полностью расслабились. Вдох, приподнимаемся, колени остаются у нас на ширине ковра, ладони внутри бедер и немного поработаем с голеностопом. Руками помогаем себе, поднимаем то одно колено от коврика, то противоположное. В этом положении находим самую болезненную точку на нашей стопе. Она болезненна, это не когда нам сводит стопы, а когда мы чувствуем немного такую боль, она может быть немного даже приятная. В ней немного фиксируемся и возвращаемся в исходное положение. Руками контролируем нагрузку. И вот так вот. То есть такая небольшая фиксация, неглубокая фиксация. Зафиксировалась, осознали вот этот вот свой порог и переходим на противоположную сторону. И вот так вот немного походили, пошагали. Хорошо. Здесь завершаем. Собираем колени вместе. Собираем руки в кистевой замок, ладони ставим перед собой на коврик и попробуем еще поработать со стопами. Нам важно перекатываться через стопы. То есть мы руками буквально поднимаем себя от коврика, перекатились через пальцы ног и толкнули себя назад, вытянулись. Если ноги не выпрямляются до конца, оставляем их подсогнутыми. Больше акцент на вытяжении спины. И с выдохом опять через пальцы ног перекатились и вернулись в исходное положение. И здесь вновь толкнули себя от коврика, чтобы мы почувствовали вытяжение задней поверхности тела. Вновь приподнялись. И так несколько раз. Выдох. Вдох. Постарайтесь, пожалуйста, перекатываться через пальцы стоп. Выдох. Руки тоже активные. Руки помогают нам. Контролируют нашу нагрузку и поднимают наше тело. Хорошо. Здесь завершаем. Вновь перекатываемся через пальцы. И встаем на подошву. Если получается встать на подошву целиком, встаем на подошву целиком. Если это сложно, остаемся на высоких пальцах. То же самое с расстоянием. Либо у нас стопы остаются рядышком, либо они немного пошире. Находим свой доступный вариант. И пробуем здесь вытянуть живот. Обнять себя плотным кольцом. И с выдохом направить лоб к коленям. Такое положение, конечно, хорошо и удобно делать тем, кто стоит полностью на стопе. Но если пока у вас не получается, то, конечно же, вам тут нужно будет балансировать. Но, тем не менее, пробуйте, пожалуйста, вытягивать живот. Или, может быть, просто держаться руками за колени. Собирать колени и довытягивать позвоночник. Раскрывать грудную клетку. И немного все-таки задавать направление лоб к коленям. И в таком положении какое-то время побыть. Остаемся в этом положении. Хорошо. Выходим из этого положения. Шагаем вдоль коврика. Ноги пошире и переходим к перекатам. Опять у нас руки с вами рычаги. Они помогают придерживать вес нашего тела. Бедра стараемся проносить как можно ниже над ковриком. Но если это сложно, то делаем это высоко. В любом случае, помогайте себе руками. Если ноги сильные, то делайте без помощи рук. И опять же, мы в конце каждого. Такого переката мы немного фиксируемся. То есть мы, допустим, перекатились с вами с прямой левой ногой. Зафиксировались. Почувствовали, как включается у нас с вами левая стопа, вытяжение подколенного сухожилия и вытяжение паховой области. Скоординировали прямую линию копчик-макушка. Слегка толкнулись правым плечом или предплечем правое бедро в сторону. То есть это тоже такие микродвижения, микрофиксации. Зафиксировались и перешли на другую сторону. То есть мы не просто перекатываемся, а все-таки делаем вот эту небольшую паузу, буквально на секунду, чтобы зафиксировать конечный вариант. Такую тоже память создать более, может быть, понятную для наших мышц. Хорошо. И остаемся здесь уже небольшая фиксация с прямой левой ногой. Опять же вариант, либо ваша стопа прямая, либо стопа на высоких пальцах. Доступный любой вариант для небольшой фиксации. Дышим. Внимание внутри. Расслабляем тело. Хорошо. Вновь возвращаемся к нашим перекатам. Снимаем напряжение. И то же самое с прямой правой ногой. Небольшая фиксация. То есть это может быть даже такой вариант. Главное, чтобы мы сильно не перетягивали мышцы. Паховой области. Но включали нашу вот сейчас правую ногу, чтобы она у нас была сильной, чтобы мы чувствовали стопу, чтобы она не висела у нас. Мы ее включаем. И мы понимаем, что мы можем освободить наш позвоночник. Да, чтобы вытянуть его. Хорошо. Возвращаемся вновь к нашим перекатам. Убираем напряжение. И здесь мы поднимаемся с вами. Расстояние между стопами примерно длина вашей ноги. Ну так, на скидку. Пальцы смотрят внутрь, пятки наружу. Руки на полу, либо на кирпичики, если пока спина круглая. Левая рука у нас по центру. Таз не смещаем. Вдох. Правая рука пошла вверх. Взгляд туда же. Если не получается полный вариант, то вот такого варианта будет достаточно. Главное, чтобы ваш таз не смещался. Выдох. На вдохе симметрично потянулись вперед, вытянули позвоночник. И с выдохом правая рука на коврике. Таз жесткий. Левая рука вверх. Вдох. И взгляд туда же. Выдох. Исходное положение. Симметричное вытяжение вперед. Потянулись, посмотрели, вытянулись. И немного подшагнули стопами. Примерно оставили так сантиметров 50 с небольшим. И присаживались в положение кагасаны. Здесь тоже походите немного сначала бедрами, чтобы раскрепостить ваши тазобедренные. И присесть поудобнее. Опять же, это может быть положение, где ваша стопа полностью стоит на коврике. Либо это пока высокие пальцы. Плечами или предплечьями разводим бедра в стороны. Делаем сильное намасте, красивое намасте. Собирайте пальчики ровно. И толкаетесь ладонь к ладонью. Плотно соприкасайтесь. Словно вы самим намасте держите все положение вашего тела. Проверяйте макушка, копчик, прямая линия. Дышим живот. Пальцами ног за коврик не держимся. Проверяйте, свободный позвоночник. И далее мы еще немного динамики пробуем. То есть мы правую руку уводим назад, левая рука впереди. И пробуем опустить правое колено внутрь. Вдох, исходное положение. Выдох, левая нога. И вот так вот немного походили. Если колено до конца не опускается на коврик, просто задаем движение. Направляем колено внутрь. Доходим до своей точки и возвращаемся обратно. Руками помогаем себе. Руками придерживаем свое тело. То есть контролируем нагрузку. Еще немного. Хорошо. Завершаем на противоположную сторону. Вновь остались в положении Кагасана. Если сложно так сидеть, то можно опустить таз на коврик и отдохнуть. Вытянули позвоночник. И еще немножечко поработаем в этом положении. Левая рука у нас, левое бедро толкает чуть в сторону. Правой рукой можно придерживать правое бедро и тоже направлять его больше назад, раздвигать. Если правая нога сегодня сильная, то поднимаем правую руку вверх, направляем взгляд на правую ладонь. Не позволяем правому колену убегать внутрь. Вдох. Исходное положение. Симметрично вытянулись. И то же самое на другую сторону. Или помогаем себе рукой. Или держим левое бедро. Левая рука у нас вверх. Взгляд на нее. Хорошо. Исходное положение Кагасаны. Симметрично потянулись. И здесь уже садимся на коврик. Я предлагаю сделать несколько циклов дыхания Анлому-Вилому. И я предлагаю нам занять не самое удобное положение для этой практики. Если вы, допустим, сидите хорошо в аджирасане, но вам сложно дается положение вирасана, тогда мы садимся в это положение. Справляем ягодичный, икроножный и присаживаемся между нашими стопами. Всегда можно взять подушку. То есть взять подушку и поднять таз повыше. Если это положение совсем некомфортно, то тогда присаживаемся в то, которое будет немного некомфортно вам. То есть найдите такой вариант, где ваша спина будет прямая, и немножко вот, чтобы все-таки посидеть в неудобном положении. Несколько циклов Анлому-Вилому для того, чтобы завершить. Делаем глубокий вдох, глубокий выдох. Ставим средний и указательный палец себе на переносицу. Закрываем правую ноздрю, делаем вдох левой. Перекрываем левую, выдох правой. И здесь вдох, лево выдох. И здесь вдох, право выдох. Все внимание направляем внутрь. Язык в напхе мудре, лицо расслаблено. И мы словно пьем ноздрями воздух. Такие очень глубокие, вкусные. Внимательные вдохи и выдохи. Внимательные вдохи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Постепенно завершаем выдохом через левую ноздрю. И еще несколько циклов дыхания двумя. Внимание внутри. Хорошо. Освобождаем наши ноги. Если мы сидели в каком-то неудобном положении, со скрещенными ногами, то мы вытягиваем наши ноги, скрываем колени. И завершаем практику. Разогреваем ладони. Прогреваем глазные яблоки. Разглаживаем лоб. Разглаживаем лицо. Мысленно благодарим учителей прошлого, настоящего и будущего за оставленные знания. И всех присоединившихся за совместную практику. Я благодарю всех, кто участвовал. И надеюсь, такой простой, может быть, незатейливый комплекс будет вам помогать для того, чтобы восстанавливать свои силы, когда это необходимо. Или что-то, может быть, вы почерпнете для своей личной практики из него. Благодарю и хорошего продолжения дня.